Одно из самых старейших зданий Славянска-на-Кубани, расположенное на перекрестке улиц Красной и Школьной, знает каждый. Это детская школа искусств имени Григория Пономаренко. Практически всю неделю на протяжении всего рабочего дня, проходя мимо, можно услышать звуки десятков инструментов. А вот о том, что творится в классах и репетиционных залах, узнали наши корреспонденты. О детском мире искусства расскажет Мария Климова. Многие десятилетия с главного витража музыкальной школы на юных артистов с благоговением смотрят музы, неотъемлемые спутники всех творческих людей. Но начнем с самого начала, с первого этажа. Здесь, в уютном кабинете, занимаются самые маленькие учащиеся школы. Студия раннего развития – это место, где дети уже с четырех лет не просто начинают подготовку к школе, но и познают, приобщаются к прекрасному миру искусства. Немного дальше по коридору с ними соседствует класс хореографии. В почете здесь классическая школа танца и востребованная временем народная. Занятость детей – это самое важное, потому как в наше время сейчас это очень проблематично. Детей чем-то занять, отвлечь от телевизоров, от планшетов, телефонов, интернет. Детки приходят часа три, они здесь, они заняты. Они приходят домой, им надо успеть уроки сделать, доделать и уже, естественно, бежать в школу. И так это продолжается, ну, дня четыре-пять. Ну, а концертная деятельность – это их просто расслабляет. И не настолько в группе и в коллективе, ну как, они очень добры друг другу. Это их сплачивает. Коллектив «Славия» возглавляет хореограф Вера Кснеженко. Они неоднократно становились призерами престижных краевых конкурсов. А юные казачата ансамбля «Мечты», которым руководит Оксана Косенко, знают практически все жители района. Их номера – обязательная часть программы многих районных мероприятий. Высокий класс подтверждают и конкурсные победы. В 2017 году на международном фестивале «Фактор успеха» они получили гран-при и стали лауреатами первой степени. Но, закрыв двери хореографического класса, можно услышать из соседнего кабинета звонки голоса ребят народного отделения. Сейчас они вовсю готовятся к каляткам. Этажом выше мы попадаем в мир царицы струнных инструментов – скрипки. В руках учеников отделения под руководством опытных наставников скрипки не оправдывают свое скрипучее название. Они плачут и смеются, поют и шепчут. Наверное, потому славянских скрипачей знают и уважают как в крае, так и за его пределами. Заведует отделением Юлия Ломова. Школа искусств для нее – второй дом, ведь здесь она проработала уже 55 лет. Ансамбль скрипачей всегда были практически лучшими в крае. И сейчас у нас ансамбль скрипачей старший, который ведет Марина Александровна Симоненко. У нее гранд-при. И младший ансамбль, первый диплом. Сейчас в этом году у нас тоже будет краевой конкурс, именно скрипичный. Мы готовимся к нему. У нас есть очень хорошая девочка в старшей группе, Лиза Бабич. Она лауреат очень многих конкурсов, и российских, и международных. Она стипендиантка нашего гудернатора. Она занимается у прекрасного педагога Ромах Елены Яковлевны. И в этом году тоже она готовится к конкурсу. Я думаю, что и у нее все получится. Умение старших учеников становится лучшей рекламой скрипичного отделения. Когда однажды я была в школе искусств на хоре, я увидела двух девочек, которые играли на скрипке. Я попросила маму, чтобы она отвела меня на скрипку. Она согласилась, и потом я начала ходить на скрипку. Скоро будет конкурс, и я к нему очень сильно готовлюсь, играю дома на скрипке. И занимаюсь, и стараюсь лучше больше играть. Блистают в классах школы искусств и главные действующие элементы всех парадов – духовые инструменты. Среди больших саксофонов, тромбонов находится место и для женственных флейт. Очень большое внимание уделяется в школе искусств концертной деятельности. За последние годы появилось много отделений вокального характера. Эстрадно-джазовое, сольное, хоровое, народное пение. Уже несколько лет учащиеся хорового отделения принимают участие в составе сводного кубанского хора. Одно из самых ярких выступлений 2017 года было на праздновании 70-летия Кубани. А вот отделение фортепиано. Это основа основ музыки, ведь рояль хорош как сольно, так и в качестве аккомпаниатора. Мы попросились на урок к педагогу Марине Гребенкиной. Ее бывший ученик Михаил Береснев в начале 2000-х годов прославился своим исполнительским мастерством на всю Россию. Сейчас он спешно занимается конкурсной и концертной деятельностью на крупнейших зарубежных аренах. А в прошлом году Ирина Евгеньевна передала еще одну свою звездочку Аннаид Казарян в Московскую центральную школу. Перечислить всех, кем за 55 лет работы гордится школа, невозможно, говорит ее директор Марина Тимченко. Школа очень давно на хорошем счету. Школа может хвастаться какими-то определенными учениками, то есть в нашем понимании солистами. И школа может гордиться коллективами. Так вот, в нашем случае есть и то, и то. Из солистов можно назвать великолепного музыканта, великолепную пианистку. Она уже в Москве, она продолжает учение в Москве. Это Аннаид Казарян. То есть это ребенок, ученица, о котором наслышаны, как говорится, на всех уровнях до международных конкурсов. Еще есть очень замечательная солистка. Это Лиза Бабич. Тоже очень талантливая девочка. У нас есть очень маленькие подающие надежды, звездочки. Дарья Ракуленко. В общем, переселять нужно много. Но это солисты, это штучный товар. А вот коллективы, вот тут, конечно, можем гордиться, потому что далеко не каждая школа имеет. Значит, у нас 14 коллективов со званием образцовый и народный. Да. И понимаете, эти коллективы созданы вот не вчера, не год назад, даже не пять лет. То есть вот это вот все оттуда, от самых озлов. 55-й юбилей в школе встречают 65 педагогов, 1050 учащихся. Звания народный и образцовый носят 10 детских коллективов и 4 коллектива педагогов. Гордиться им есть чем. А главное, что каждый май, выпуская одних учащихся, педагоги с радостью начинают вести по прекрасной дороге искусства все новых и новых будущих певцов, танцоров и музыкантов. Мария Климова, Александр Косицын, программа События.